Дивный новый мир 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 Это может быть в Паласе Версайе, и я вам покажу в секунду, и очень важный момент. Что мы делаем, мы помогаем нашим партнерам digitизировать, организировать, publishировать и получить новые зрители. У нас есть официальная техника, я бы сказал, чтобы помогать им встретить эту миссию и пытаться найти новые зрители в целом в мире. Одна из-за дигитализации. Мы очень известны для того, чтобы дигитировать в очень высокой высоте технологии, какие-то важные мастерства. Это технология называемая гигапиксель, или арт камера, которая позволяет вам взглянуть, взглянуть, инфинитивно, в определенную мастерскую мастерку. И это что мы пытаемся скалить, и дать больше партнеров, и больше зрителей, потому что мы думаем, что в будущем будет поддерживать пользователей, чтобы их найти свою свою жизнь через контент. И это очень красиво, когда вы видите молодые зрители и которые зрители, которые смогут взглянуть в инфинитивный в Брюгель, или Ван Гогг, и пытаются найти свою свою историю в мастерской 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 мастерской. Здесь вы можете увидеть и позволяет пользователей по всему миру обнаружить эти специи используя технологию Стрит-Вью. И Большой был особенно важен, потому что мы смогли работать с тем, с командой Большой, после того, чтобы создать реставрирование, позволяя всем в мире обнаружить эту реставрирование и обнаружить Большой, как никогда не было, и, возможно, дать им поведение, чтобы приехать и сделать настоящую эксперименцию. Мы также позволяем нашим партнерам использовать смс, или датабайс, в том числе, в том числе, в том числе, и в том числе, и в том числе, как я сказал, мы начали с 17 музеями. Мы очень рады сейчас работать очень близко с почти 900 из них, из 60 страны. 400 в Европе. В России, мы близко к 50 партнерам, в том числе, это один из наших самых важных стран в том числе, в том числе, в партнерах. Узеров могут обнаружить около 6 миллионов диджиталов на этой платформе, укладывая много типов контент. Это может идти от исторических и важных мастерских до информации о истории о мангаре, о фильмах, о литературе. Это очень, очень, очень разные типы о том числе. И одна важная вещь, которую я думаю, также, что мы поговорим с культурным экспертом здесь, что, два года назад, мы начали не только помогать музеям продавать контент или sharing специи через Средвью, но мы хотели им быть способны рассказать. И я думаю, что в будущем дать доступ к культуре будет быть отличным историкам, который музеям может быть недели, это не только даты, а также пользователи и зрителей доступны к культурам, это дать контент, быть экспертом, быть able рассказать историю и админировать эту историю к людям, которые могут быть молодыми, известны или эксперты, или люди которые никогда не были в музею, или люди знакомы с музеями, это действительно зависит, но мы очень рады, мы смогли создать очень простые инструменты для музея, создать историю и создать экскурсию 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 и создать их собственную путь в контенте. Например, вы можете видеть на платформе очень классные пользователи в мире о том, о том, обеспечении того, что в музеях работают на социальных медиа. Это, очевидно, ключевое для будущего создать контент и найти лучшие возможности для пользователей по всему миру. Я также хотел бы объяснить вам проектирую в Париже, который находится в Лабе в Институте, где мы пытаемся работать на новых услугах, о том, что может быть в будущем для музея. Мы думали что это было бы здорово иметь физический space. Мы делаем интернет, но мы думали что это было бы здорово для того, чтобы встретиться физически с нашими партнерами и думать, что это работает, это не работает, что будет в будущем, для новых вещей мы хотим сделать. Например, здесь есть прототипе из великого изображения. Вы можете изменить в художественной артуре и увидеть детали с 눈о что мы устали в их их мест, чтобы общаться в различных способах, например, здесь в Парис Филармонии, с известным письмом из Парис Операс Сейлинг, который был Марк Шагал. Это же так, как мы идем туда, и построили эту полу изображений, чтобы позволить пользователи общаться и найти свою собственную работу в коконическом мастерске от Марк Шагал. Мы говорим много о музеях и архивах. Мы также думаем, как компания технологии, как компания инновационной, мы также думаем, что это важно работать с молодыми артистами сегодня. Таким образом, у нас есть артист-программ в Парис, с около 15 артистами в последние годы, из всего мира, из Индонезия, из Бразилии, из Северной Африки, и многие, многие страны. У нас есть одна специфика, они все очень молодые, они все родились после 1989, они называются генераторами «дигитал-натива». И для нас, это важно увидеть, как мы можем работать с генераторами, какие их взаимодействуют, какие их точки зрения о том, как их креативность сегодня, как новая технология информает их работа, как они иногда критикуются технологии, и как они делают их своими в своих практических практиках. Мы также работали с одним артистом, который не из-за 1989-производства, но это хороший пример. Дуглас Купланд, который известный артист canадянский, он написал «Генератор X» в 90-х, который был очень важен для интернет-генератора. И он пошел в паре в Париже за три месяца и работал с нашими генераторами о генераторе. И он publishал этот книг, который, в факт, является коллекционно из самых известных, самых известных генераторов в мире на различных типах вопросов. Безусловно, он задавал «Генератор X» и все ответы, все первые первые ответы, которые были в этом книге, который был в Европе сейчас. Потом я поговорю о протополе, и пытаюсь найти новые, clever, cheap ways для того, чтобы улучшить новые зрения. Я просто хотел бы сказать что этот проект, который был создан в Лабе, это пространство виртуальной реалии, который, я думаю, это важный компонент для доступа культуре в следующем году. Виртуальной реалии, из-за бизнеса, это, в основном, очень expensive, headsets для пользователей для игроков, например. Но мы думали, что это будет очень интересно also to find a cheap way to get immersed into some culturally relevant places and spaces. Мы инвентировали кардборд. Я не знаю, что это в русском языке, но кардборд является просто материал, очень cheap. Все у нас есть, как все у нас есть телефон. И эта технология позволяет выставить ваш телефон в этот кардборд headset или строить его в себе. Это совершенно open-source. Вы можете строить его, если вы хотите. И потом, вы посмотрите через ваш телефон и кардборд, и на 360 градусов, вы можете получить виду от Большой, от музея, от Миро, от любых мест, которые являются relevant. И это проект, который сейчас уже становится очень известным в мире, не только для культуры. Мы его создали для культуры, но и сейчас он доступен для всех, чтобы создать новых контент. И это не всегда культуральный, но это хорошо, и это тоже очень мощный, для культуры. для культуры, для культуры. И это уже началось три месяца назад, и мы думаем, что реальность виртуальной реальностью и позволить людям узнать местные, которые они не могут путешествовать в ближайшем время, это очень мощный. Я просто хочу concluить, что все, что интернет позволяет, в отношениях, в отношениях, в отношениях, в отношениях, в отношениях, это не компетен с физическим опытом. И когда я часто задаю, что это музейный футуру, я уверен, что это музейный футуру, но я уверен, что это музейный футуру и физическое отношение с арт-классовом, с которыми ускорбовались, что будет остаться, потому что ничего не может поменять. Но диджиталный футуру – это большая возможность, чтобы приглашать больше зрителей, чтобы найти милые зрители, и чтобы общаться с целым миром, которое не было возможности до последних годов. Спасибо. Спасибо большое. Это была Лоран Гаво, представитель компании Google, культурного института Google. Я хотела бы передать слово Андрею Вовку, директору Ральфа Пельбаума, Россия, который на самом деле и строит такого рода музей, где уже используются современные технологии. Вы наверняка бывали в еврейском музее в Москве. Его, если не ошибаюсь, дело вашей компании. Да, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение, за возможность поделиться соображением на тему будущих музеев. Замечательная презентация просто подводит к нашей теме. Не будет презентации? Вам захотелось получить картонную коробочку? Картонную коробочку обязательно. Да, РАИ, Ральфа Пельбаума Сошиец, это вообще громадная, одна из самых больших, крупных компаний в мире, которая занимается проектированием музеев. Мы не специализируемся на музеях искусства, это однозначно. Мы делаем музеи, тематические музеи. И опять, мы когда говорим музей, вообще стоит еще раз определение музея. Музей меняется, и определение музея меняется очень быстро и очень драматично. Но мы стараемся все-таки как-то, как музей, как фирма с 35-летним стажем, как-то придерживаться классического определения музея. То есть, с нашей точки зрения, все равно музей базируется на тематической коллекции. То есть, коллекция эта обязательно-обязательно присутствует в музее. Формат этой коллекции может быть разный, и формат изменяется со временем. То есть, может быть, музей тульских самоваров, где формат экспонатов, формат артефактов, это физические артефакты. Но вот из нашей практики, например, последними музеями является музей португальского языка, в котором форматом артефактов являются слова. Музей музыки, где форматом является музыка. То есть, вот само определение в музее, что такое артефакт, вот эта вещь меняется. Но коллекция артефактов на какую-то заданную тему, она остается там же. Вот к предыдущему выступлению Google. Чем Google отличается от музеев и совершенно замечательно, интересно. Я первый раз слышу такое, что Google ищет физического пространства для расположения себя. Это какой-то сюрреалистический такой шаг, но очень интересно, что действительно нужна какая-то физическая точка соприкосновения. Да, то есть коллекция, артефакты, формат артефактов. Что еще главное в музее, с нашей точки зрения, как музейных проектировщиков, это то, что мы приходим в музей чему-то научиться, что-то узнать для себя. Но мы делаем это вместе. Вот еще раз. Google до того, как они, например, начали искать место, где собраться вместе. Мы живем с айфонами. То есть эта технология современная, мультимедийная технология, она нас соединяет, а в то же время разъединяет. Мы присутствуем где-то вот в одной комнате, не зная имен друг другу. Зато мы знаем, что вот я сфотографировал это здесь, послал моей маме. У нас какой-то совершенно выстраивается другой социум, другое сообщество сейчас. Музей старается, вот с нашей точки зрения, опять же, собрать людей вместе, чтобы они вместе прошли по галереям. Даже если они говорят на разных языках, то технология как раз поможет. В одной группе могут быть корейцы, китайцы, вьетнамцы, англичане и так далее. Они будут видеть то же самое, но слышать на своем языке. То есть, да, технология здесь помогает. Но вот именно вот, когда мы идем в джин, например, ну зачем мы туда идем? Я могу купить эту штуку, поставить у себя на балконе, делать то же самое. Нет, мы идем, чтобы быть вместе, вместе гонять на этих машинах. Зачем мы идем в этот огромный магазин Барнсон Нобблс в Нью-Йорке? Ну зачем я туда иду, когда я могу в крупнейшем Amazon.com кликнуть и получить эту книжку? Мы идем, чтобы собираться. Вот зачем мы собираемся вот в этих Старбаксах, сидим на своих этих айфонах и разговариваем со своими мамами? Это вот experience of being, я что-то на английский язык переключаюсь внезапно. Вот этот опыт, что мы сидим вместе, слушаем одно и то же вместе и сопереживаем вместе, это вот неистребимая вещь. Это то, что присутствует в музее, то, что не хочется никогда терять. Да, музей может выйти куда-то там в интернет, у нас есть все эти приложения, мы этим занимаемся. Но основное это вот Третьяковская галерея. Ну зачем мы туда приходим, когда мы можем все это посмотреть? Ну, во-первых, это, конечно, это реальные объекты, то есть хочется увидеть настоящий артефакт, настоящую коллекцию. Но, во-вторых, мне хочется прийти с друзьями, мне хочется прийти с кем-то и хочется увидеть то, что видим все мы вместе. Вот это вот то, что, наверное, мы пытаемся сохранить в этом музейном пространстве. Что-то еще хотел сказать. У нас еще раз про АРЭИ немножко. АРЭИ – это глобальная фирма, это порядка 300 человек с офисами в Нью-Йорке, главный офис в Нью-Йорке, офис в Лондоне, офис в Берлине. Очень-очень маленький офис в Москве, есть офис в Китае. То есть мы, много людей, у нас много разных мнений, то есть не всегда мы согласны друг с другом, даже в пределах офиса. И вот то, что я вам привел пример по поводу определения артефакта или экспоната, я, например, вот сам лично не могу для себя ответить на вопрос. Вот мы сейчас проектируем музей, занимаемся проектом музея «Союзмультфильм». Что в «Союзмультфильме» является артефактом? Вот что? Пленка, стол, какой-то объект или что еще? Скорее всего, все-таки сам мультфильм. Что-то может ли быть симфония Чайковского артефакта? Да, может, с моей точки зрения, опять же. Вот здесь вот мы как раз вот сейчас вот воюем или разговариваем по поводу артефактов. Я вам покажу презентацию, подготовленную в Нью-Йорке. Я надеюсь, как мы будем переводить. Я думаю, что мы можем ее перевести, у нас есть синхронный перевод, попробуем, да? Ну, хорошо, то есть это пять проектов, ну, они более-менее современные проекты, два из России, два из-за границы, так скажем. Вот один из первых, один самый любимый мой проект, это в Ареи из последних. Это тринадцатый год, IBM, музей IBM. Будем играть. Я не знаю, как это играется. Вот технология, да, это еще раз. А можно нажать на кнопку, что там кино играет? Нет. Так, ну, хорошо. А скажите нам, пожалуйста, получается у нас проиграть презентацию? Не получается. Давайте пополистаем и документируем тогда. Я просто, хорошо, еще раз. То есть, технология здесь, фильм должен проецироваться. Музей IBM. Это не музей, это экспозиция IBM. В 2013 году посвященная столетию фирмы IBM. Опять, со стороны музейщиков, как бы можно было подойти к этой экспозиции? И что сделала IBM не так? Можно было выставить все эти компьютеры, все эти чипсы, компьютерные еще чего-то. IBM удивительная коллекция артефактов. Нет, они сказали, не надо. Давайте не будем выставлять прошлое, давайте посмотрим в будущее. То, что IBM предложили, они предложили программу, которая показывает возможности технологии IBM, над которыми они работают. Они показали огромную, по-моему, 40 метров панель, видеопанель, на которой собирается вся, называется, real-time data. То есть, вся информация в текущий момент времени из Нью-Йорк-Сити. То есть, количество воды израсходовано, количество электричества, количество там что-то еще чего-то. То есть, это вот кошмарное количество информации, выведенной на один экран, и получился замечательный узор, или, я не знаю, живопись. Удивительное шоу. Вот это вот технология. То есть, куда мы идем? Что является, большой вопрос, что является артефактом на сегодняшний день? Может ли сама технология являться артефактом? Да. Страшно очень. То есть, это что-то такое, чего мы раньше не видели. Следующий, не имеет смысла, по-моему, показывать эту презентацию. Не имеет, да? Жалко. Нет. Тогда рассказывайте. О, заработало. Ура. А, там звук. Я предлагаю, знаете, как вот эти видео, а вы все равно нам рассказываете. Да. Удивительно. То есть, мы не только смотрим вместе, мы играем вместе. То есть, здесь вот модель такая, интерактивная игра, в которой играет много посетителей музея. То есть, здесь вот кубик является, маленький деревянный кубик является какой-то мидией, которой ты голосуешь, с помощью которой ты запускаешь программы. Интересное дело, да, вот мы ушли сейчас от интерактивных киосков, какой-то был кошмар. Я не знаю, почему-то в музее сразу раз, интерактивные киоски, вот ты тыкаешь там пальцами. Нет. К чему мы пришли? Мы приходим к multi-touch table. То есть, это не один человек тыкает пальцем в экран, а 20 человек тыкают с пальцем в экран, либо они передвигают кубики, в соответственно, каком-то там узор создают, из которого получается что-то. То есть, мы играем вместе. Вот это вот один из примеров этой технологии. Один из таких уроков, которые мы... Это вот так вот выглядит современная интерактивная технология, когда мы живые люди собираемся вместе вокруг круглого стола и играем вместе. Заметьте, тема музея, тема коллекции музея, демократия и общество, артефакты, идеи. У нас еще есть один музей, называется Музей новостей. Вашингтон, Д.С. тоже недавно построен. Какие могут быть артефакты в Музее новостей? Вот артефактом является сам процесс создания новостей или сбора и обработки информации новостей. Музей Human Rights in Canada открывается скоро. Какие могут быть артефакты в Музее Human Rights? Вот что такое тема и формат артефактов? Борис Ельцин, президентский центр. Здесь вот я видел недавно Бориса Бернаскони, нашего замечательного архитектора. Хочется отдать ему должное. Мы очень вместе хорошо работаем. А здесь, если заиграет... Это музей, который открывается в ноябре в Екатеринбурге, да? Музей, это президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. Это целый формат. То есть это уже довольно-таки, ну не то что жесткий, довольно гибкий формат, но он живет во всем мире. То есть есть в Африке музей президентский. Сейчас мы строим в Турции президентский центр. Вот в России это первый президентский центр. А здесь вот то, что мы говорим о мультимедии, как мы ее используем. То есть мультимедия и реальные объекты. Вот это реальный автобус, в котором надо показать кино. То есть мультимедия интегрируется в автобус. Опять заметьте сидение. То есть смотришь не один на своем айфоне, а смотришь вместе. Там есть сеансы. Там каждые пять минут тебя запускают в этот замечательный автобус, и вы смотрите программу вместе. Вот это вот использование, примеры используются. Самые свежие примеры еще открывающегося музея. Это типичное. Когда мы говорим технологии в музее, мы говорим в большинстве случаев о мультимедийной технологии. То есть вот это аудио, видео, интерактивные программы. Вот хороший вопрос. Я сам себе задаю, задаю. В Нью-Йорке они с трудом отвечают. Вот это что? Вот то, что мы пишем программу документальный фильм. Это артефакт или нет? С моей точки зрения, да, интервью с Наиной Иосифовной и Ельциной. Артефакт вообще-то говорят, да. То есть какая тема вообще этого музея? Есть ли артефакты? Есть. Сколько их штук? Ну, порядка 300 штук. В Еврейском музее, кстати, вот следующий будет проект, спрашивают, сколько артефактов в Еврейском музее? Порядка 300. На 4,5 тысячи квадратных метров. Много, мало, это другой вопрос. Но опять вот, опять к чему мы подходим? Что такое артефакты? И что такое тема? И что такое именно формат артефактов коллекции? Вот еще один замечательный наш музей. Советую сходить, если кто-то не был. Вот, пожалуйста, вам. Вот это технологии в музее именно. Пять лучей звезды. Может, вокруг них работать на мульти-тач-скрин порядка 15 человек. Опять же, видите, не single-touch, а multi-touch-скрин. Эта experience begins with a broad overture chronicling the origins of Judaism. A 4-D theater engages all the senses and demonstrates the shared origins amongst the three Abrahamic faiths. The museum is anchored by an extensive timeline of over 200 years of Russian history, as well as living Judaism, a catalogue of Jewish cultural traditions and religious beliefs. Dynamic interactives illustrate the Jewish diaspora from 70 AD to the 18th century and describe how Jews preserved their faith during global migration. A life-size village, or shtetl, immerses visitors in 19th century Russian-Jewish life. At the heart of the shtetl is a busy marketplace. A synagogue, interactive digital Torah, and family Sabbath table bring the village to life. The museum's largest studio is dedicated to the story of the Great Patriotic War and the Holocaust, where a series of epic films is juxtaposed with intimate first-person interviews and handwritten letters from the front. A Cruzchev-era apartment features lifelike full-color projections of a Jewish family, and a triptych film of Refusnik's plays in a recreated forest. All visitors end their tour in the Toulouse Center. You should be a fan of anti-Semite. I would like to move on a bit further, because there are a lot of speakers. I think it's all finished. Let's finish with the series. Yes? Yes. Thank you. Thank you. I would like to... It was a successful performance. I would like to introduce Delfiru Trigulovu, the director of the Tretikovsky Gallery, who, in particular, recently conducted a conference on a new concept of development of the museum's development. And Ralfa Pellbaum, actually, has participated in this conference. Tell me, Delfir, how the deal was developed? What should it happen with the museum, when so the audience is changing? Delfiru Trigulov, the museum's development of the museum's development of the museum's development of the museum's development of the new technologies? Delfiru Trigulov, the museum's development of the museum's development of the museum. Delfiru Trigulov, the museum's development of the museum's development of the museum. Delfiru Trigulov, the museum's development of the museum, Delfiru Trigulov, the museum's development of the museum. Продолжение следует... И мы должны за эту публику бороться. Действительно, сейчас мы находимся в ситуации жесткой конкуренции с очень атрактивным виртуальным образом, с очень конкурентно способной виртуальной картинкой, которая всюду. Сейчас мы все сидим, у нас рядом айфоны, планшеты, выставки в художественных музеях. Теперь имеют свой рзац-аналог на Artplay или в Петербурге, в непосредственной близости от Государственной Эрмитажа, разворачиваются абсолютно коммерческие экспозиции, где как бы обыгрывается тяготение современного зрителя к новым технологиям. Но это лишь эксплуатация возможностей и особенностей этих технологий, к сожалению, не дающая зрителю зачастую главного. А главное – это два обстоятельства. Об одном обстоятельстве Андрей уже сказал – это общение. Другое обстоятельство – это непосредственный контакт с произведением. И тут мы должны помочь зрителю, во-первых, установить этот контакт, а для этого сделать музей комфортным, интересным, привлекательным, модным. Помочь ему разобраться, что же он видит перед собой. И здесь очень важна интерпретация. И вот в этом всем нам, конечно же, могут помогать современные технологии, но они никоим образом не должны заменять вот этот непосредственный контакт с оригиналом. Сейчас, за последнюю неделю, я дала несколько интервью, и тема одна – причина феноменального успеха выставки Валентина Серова в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Такого никогда не было в истории Третьяковской галереи. У нас 4 тысячи зрителей в день, в среднем. В выходные дни до 6. Эта выставка до настоящего момента, ну, в два раза посещаемость в день превышает другие выставки, которые состоялись там 5-7 лет назад. В чем причина этого успеха? Мы создали, мы – это вся Третьяковская галерея, мы создали такую экспозицию, которая позволяет зрителю ощутить и пережить совершенно невероятные эмоции. Почувствовать какие-то особенные переживания, получить какие-то особенные эстетические впечатления. И вот здесь очень важно ему помогать, его направлять, помогать ему разбираться, интерпретировать. Поэтому, говоря о роли современных технологий в жизни современного традиционного музея. Битком набитого сокровищами. Мне кажется, что здесь важнейшей функцией является функция просвещения и образования. При этом современные технологии не должны конкурировать с оригинальными произведениями. Я абсолютно согласна с Андреем, что вот эта интерактивная панель, которая встречается сейчас почти в каждом музее, в каждом зале музея, это уже несколько устаревшая ситуация. Многие музеи на Западе сегодня отказываются от очень популярных 10-5 лет назад способов привнесения новых технологий в жизнь традиционного музея с экспонатами. И мне кажется, что вот здесь огромную роль приобретает существование музея в веб-пространстве, в интернете, как в виде действительно уникальных возможностей доступа к тому, что хранится в этом музее. И здесь, конечно, программы, предлагаемые художественным проектом Google, действительно являются невероятно важными. Я рада, что Третьяковская галерея была в числе первых, кто подписался на участие в этой программе. И мне кажется, что сейчас пришло время расширить, изменить и сделать более современным подобное взаимодействие таких компаний, как Google и таких музеев, как Третьяковская галерея. Так вот, возвращаясь к присутствию в интернете, при этом я очень хорошо себе отдаю отчет, что сайт Третьяковской галереи – один из самых плохих музейных сайтов страны. Он невероятно устарел, мы работаем над его трансформацией. Но что мы поняли в процессе подготовки брифа по конкурсу на программу развития, который мы проводили в начале сентября, и что мы поняли в процессе работы с коллегами, которые вошли в шорт-лист, и с теми, кто выиграл конкурс. Я думаю, что действительно, помимо традиционной диджитализации тех ресурсов, тех фондов, которые есть у музея, очень важной составляющей являются образовательные программы. Причем современные образовательные программы, которые позволяют зрителю, который еще не был в музее, или у которого нет возможности прийти в музей в столице, как людей, живущих в регионах или людей, живущих в других странах, получить современную, интересную, заточенную на современное восприятие информацию, которая была бы не просто нейтральной информацией, а которая бы тебя вела по музею, вела по эпохе и вела вообще в твоем интеллектуальном развитии. И мне очень приятно, что я сижу рядом с коллегой, с которым мы встречались сегодня утром. Это по вопросу о сотрудничестве Третьяковской галереи с образовательным ресурсом Арзамас. Нам очень понравилось то, что мы увидели. Мне кажется, что это та форма развития образовательных программ, которая сегодня крайне необходима и которая позволяет зрителю, молодым людям подготовиться к приходу в музей, или которая заставляет их заинтересоваться тем, что хранится в музеях, архивах и библиотеках. Мы, конечно же, должны ориентироваться на тех людей, которые выросли с раннего детства уже, по крайней мере, с лэптопом родителей в руках, а сейчас с айпадом или с айфоном. Я с трудом отрываю своего пятилетнего внука от своего айфона, когда я что-то там просматриваю, и мы понимаем, что сознание этих людей или сознание людей, даже ваше поколение, сформировано совершенно по-иному, чем сознание людей моего поколения. И вот мне кажется, что мы должны идти по пути содействия людям к восприятию традиционного искусства, традиционных сегментов культуры, истории, очень корректному руководству ими, просвещению ими. И мне кажется, что вот работа на стыке музей, образовательный ресурс и, например, компания Google может действительно дать какое-то новое качество и новый правильный выход, который бы не замещал существование и интерес к искусству и к музею в интернете, а реальные встречи с искусством. Выставка Серова доказала, что это крайне необходимо. Понятно, что когда мы работали, я уже завершаюсь, над брифом по своей программе развития, когда мы сейчас работаем с британскими коллегами из компании Event, разрабатывая действительно стратегию музея на ближайшие пять лет, мы делаем акцент на двух основных моментах. На максимальной дигитализации собрания музея и представлении этого веб-пространстве ну, понятно, мы можем представлять в виртуальном пространстве также и свои выставки, это будет сильной альтернативой коммерческим проектам, типа проектов на ArtPlay. Но еще мы с помощью вот такого сотрудничества можем способствовать образовыванию людей здесь, в России, донесению информации о русской культуре, о русском искусстве. Не секрет ни для кого, что в мире очень мало знают о России, о русской культуре. В Третьяковской галерее всего 10% посетителей иностранцев, всего 9% посетителей сайта Третьяковской галереи иностранцев. Здесь открыты, по-моему, огромные возможности, и мы должны очень правильно и корректно их использовать. Все, спасибо. Спасибо большое. Я передаю слово Даниле Первушеву, одному из создателей ресурса Arzamas, который сейчас занимается музеем личных воспоминаний, онлайн-музеем Reliquva, который объяснит нам, что такое онлайн-музей, фикция это или реальность. И является ли он, например, конкурентом оффлайновым музеем, таким как... Не могу сказать Третьяковской галереи, но в принципе любым оффлайновым музеем. С четырьмя тысячами? Я задумалась и отменила эту мысль. Конкурировать уже не можете. Данил, прошу. Да, действительно, меня зовут Данил Первушев. Я бы хотел попросить, первонапер, прощения у аудитории коллег за свое опоздание. Я 40 минут на проходной провел, пытаясь инновационным способом получить пропуск. Но я начну с другого. Это такая жалоба была. Я хочу сказать про музея. И про то, что вот эта оппозиция, которую мы тут пытаемся построить, цифровой мир, будущее и традиционные культурные институции в их сегодняшнем состоянии. Мне кажется, тут есть небольшая ловушка, в которую мы можем попасть. Это связано с тем, что цифровое будущее представляется часто такими картинками, скриншотами из фильмов о будущем. И совершенно нет... А мне кажется, это не так. То есть цифровое будущее – это то, где мы сейчас уже находимся. Это другого будущего не будет, а когда оно для нас наступит, это будет настоящим. Но это уже другого типа разговор. И то, что мы имеем сейчас, цифровое будущее – это мы просто имеем еще один тип инфраструктуры. Как появление водопровода в европейских городах, канализация изменила уклад городской жизни, так появление интернета изменило уклад нашей социальной жизни. Для нас это, мне кажется, правильно воспринимать – это очередные трубы, которые как-то на нас влияют. А как они влияют? Вот тут интересно, есть несколько очень простых, видных невооруженным взглядом закономерностей. Действительно, люди... Шаг в сторону. В России, в интернете, люди в возрасте 16-29 плюс сидят уже поголовно. 94 или 96 процентов. То есть то, что вы говорили про Digital Natives, это вот уже произошло. Опять же, это не будущее, это настоящее. Это те люди, которых надо каким-то образом на выставку Серова получить, столкнуть лбами с Серова. Итак, мы здесь уже сидим. И к чему приходит, приводит то, что эти люди сидят в интернете постоянно, постоянно подключены. И я один из них. Во-первых, на каком-то личном уровне мы получаем огромную проблему одиночества, изоляции. Мы получаем людей, которые не умеют социализироваться. Просто нет этого навыка. И это действительно то, о чем вы говорили. Действительно, музеи и культурные институции могут найти огромную свою нишу именно в этих практиках. Предлагать людям и обучать людей социальному взаимодействию. Как ни смешно, но это какой-то навык, которым придется учить следующее поколение. Дальше есть очень интересная проблема, связанная с тем, что люди, сидящие за монитором, у них нет опыта взаимодействия с материальным миром. Ты все воспринимаешь в 2D. Чуть позже с помощью компании Google все будет в 3D. Но сейчас это 2D, и у тебя нет опыта взаимодействия с объектами. И в этом плане, когда я думаю о системе образования, я понимаю, что ненавидимые мной и моими одноклассниками уроки труда сейчас, они станут гораздо популярнее. Потому что людям подержать молоток, молодым детям просто, это уже интересно. И то же самое с музеем. Мне кажется, если музей начнет думать о себе как о пространстве артефактов, в котором есть реальное взаимодействие с физическим воплощением... То есть поменялось местами, с физическим воплощением той картинки, которую человек увидел сначала. Если музей так начнет о себе думать, то это огромный простор. То есть если музей не начнут себя загонять вот в эти все мультимедийные панели, не будут пытаться конкурировать с сайтами или с приложениями, там музей как приложение, популярная концепция, на их поле, где они точно проиграют. Ну, либо, если это очень талантливые проекты, как ваши, можно выиграть, но это краткосрочная победа. А если они будут пользоваться возможностью своих объектов, возможность дать людям потрогать что-то руками и поиграть. Я могу привести пример. Всю жизнь ходил в вооруженную палату, никогда не знал, сколько весят меч. Мне всегда было это интересно. Ну, меч рыцарский, я мальчик. Мне было всегда интересно это взвесить в руку. Никогда мне не давали это возможности. Этим летом удалось в каком-нибудь маленьком музее в Италии. У меня настоящий меч, который можно трогать руками. Это шок для меня. Мне 32 года. Я, в общем-то, уже должен быть более вменяемым. Но все равно это то, о чем я вспоминаю, всем рассказываю, какая-то великая вещь. И если музеи пойдут в эту сторону, дадут... Я понимаю, сложно, когда у вас национальный уровень артефакта. Но можно придумывать практики, как с объектом взаимодействовать. И третья большая вещь, которая у нас сейчас есть в Диджитале, и которая, так сказать, это уже эволюционная, с которой придется работать, это действительно то, что у людей нет внимания. Нет возможности держать на чем-то фокус дольше. Есть разные исследования, но дольше какого-то короткого отрезка времени. То, что в интернете выражается в том, что мы постоянно с закладки на закладку. В телефонах, потому что мы из приложения в приложение. У меня постоянно контексты разных диалогов. Это не проблема, это данность. С этим надо научиться работать. И тут есть несколько векторов. Мне кажется, если культурные институты, опять же, пойдут за этим трендом и будут пытаться делать такой ломанный экспириенс, ничего хорошего из этого не получится. Но если себя поставить с другой стороны и сказать, что это то пространство, где, ну, такой определенный детокс, где можно отдохнуть чуть-чуть, остановиться, слоудаун, вздохнуть, то в музеи, в библиотеке, в театры пойдет огромное количество людей, которым это необходимо. Данила, а при чем здесь онлайн-музей, вот ко всем этим прекрасным словам, которые вы сказали про вес меча и про диджитал детокс? Это вторая часть моего разговора. Мы можем продолжить как-то, может, первый круг закончим или сейчас мне уже на это отвечать. Вы, Коротянечка, объясните про вашу профессиональную проект. Помимо Арзамаса, мы сейчас запускаем проект, который называется Reliqua.com. Это история про то, что каждый человек имеет право, у каждого человека есть в оффлайн жизни вот эта коробка с семейными ценностями. Медаль деда, грамота бабушки, письмо любимой женщины, ну и далее по списку. И вот этим объектом, этим артефактом, с которым всегда связаны какие-то истории, мы решили дать пространство в диджитал мире. Зачем это нужно? Потому что истории теряются, предметы разбиваются, люди не успевают дожить, чтобы следующее поколение это передать. Ну и кроме того, это прекрасный способ рассказать о себе, такой спокойный, размеренный способ рассказа о себе. Онлайн-музей, я бы, это громкое название, это такой какой-то лейбл, от которого я, наверное, сейчас отойду чуть в сторону. Здесь скорее нам интересно исследовать проблему взаимодействия личной и коллективной памяти. Это тоже очень большой пласт, и это тоже то, на что должны культурные институции упирать, что это то единственное место, где коллективная память каким-то образом может сохраняться и воспроизводиться. И в реликвии мы пытаемся сделать так, чтобы люди могли увидеть то, что их личный опыт составляет часть какой-то коллективной истории. То есть мы с вами плохо знакомы, но если мы увидим на реликвии, что ваш дедушка ходил в Владивостоке в тот же кинотеатр, куда ходила моя прабабушка, и у нас остались эти билетики, и мы их выложили, у нас с вами появится гораздо больше точек для пересечения. И глобально мы, как чрезвычайно атомизированное общество, получим какие-то возможности ощутить себя общностью. Спасибо большое. Надежда Юринова, директор маркетингу компании BookMate, которая занимается, как я понимаю, переведением книжек в цифровую форму и потом коммуникациями с оффлайновыми институциями. Правильно ли все? Ну, почти. Мы не занимаемся изданием электронных книг. BookMate – это мобильная библиотека, в общем-то. Это приложение, в котором уже есть все книжки, и по цене подписки в месяц можно читать все, что угодно. Вот. Но говоря про музеи... Расскажите про свою коммуникацию с библиотеками. Зачем традиционным библиотекам такие институции, как вы? Не знаю. Для того, чтобы унести все книжки из библиотеки в кармане домой и продолжить их читать дома, в метро и так далее. Потому что библиотека, по-моему, сегодня превратилась в какое-то третье место между домом и работой, куда ты приходишь посидеть в тишине, где есть Wi-Fi. И от Старбакса эта библиотека сейчас отличается только каким-то столетиями наработанным культурным контекстом. И худшим кофе. И худшим кофе. Да, может быть, да. Но я не была вечность в библиотеке, не была сто лет в музее, признаюсь честно. И, наверное, потому что из источника новых знаний эти институции сейчас превратились в источники нового опыта и места, где ты можешь провести какую-то самопрезентацию, социализацию. Поэтому встретиться с людьми, сфотографироваться, зафиксировать то, что ты там был. А что-то новое и что-то ценное мы, на самом деле, сегодня узнаем во многом из вот этих трех-четырех окошек, между которыми в течение дня переключаемся. Это телефон, планшет, компьютер и, наверное, скоро будут еще всякие более мелкие гаджеты. И, наверное, задача тех, кто хочет нести культуру в массы, это оказаться там, в этих вот окошках, как-то помахать. Причем речь тут, наверное, идет не только о соцсетях, которые специально созданы для того, чтобы рассказывать, показывать, делиться тем, что у тебя есть, то, в чем ты эксперты, что тебе нравится, а о каких-то более контекстных, более остроумных взаимодействиях. Какой сегодня главный музей в мире? Мне кажется, что это вот расширение для Хрома, Google Art Project, который тебе каждый день показывает новую картинку в каждой новой вкладке браузера, картину, простите, из которой ты можешь уйти дальше по этим залам и потом, может быть, прийти уже в оффлайновый музей, чтобы увидеть настоящий артефакт. Такие истории прекрасно сделал Арзамас, например, с одноклассниками. Это не обязательно какие-то большие интерактивные, высокобюджетные инсталляции, 3D какие-то шоу. Это просто нахождение в контексте, в нужное время и с каким-то остроумным подходом. Я надеюсь, Данил может расскажет еще про свой опыт работы с одноклассниками, который был спецпроектом. Это совершенно не коммерческая история, которая привлекла, мне кажется, очень много трафика в хороший, важный, интересный проект. Так что интерес к культуре у людей никуда не пропал. Просто он выражается сегодня в виде эмоций. То есть он на других носителях просто? Он просто в другой форме коммуницируется, может быть. Вот мем с Мариной Абрамовичем – это самозародившаяся история, которая в ВКонтакте бьет все рекорды по подписчикам. И еще большой интерес к чтению, к музеям есть у больших брендов, которые готовы сотрудничать с музеями, помогать им, поддерживать и придумывать разные спецпроекты. Мы, например, в BookMate сейчас… У нас немножко другая задача. Нам, наоборот, хочется из онлайна немножко выйти в реальный мир. Например, в Беларуси скоро МТС местный запускает вагоны с книгами, где можно будет почитать. Мобильная библиотека МТС с отрывками из книг, которые, по сути, продвигают их новую услугу мобильного чтения, которую делает BookMate. Про BookMate несколько слов. Еще раз скажу, это библиотека, которая всегда с тобой, всегда в кармане. Но мало просто положить полмиллиона книг в карман, надо еще как-то привлечь внимание людей и как-то заставить их, точнее, приманить к этим книгам. И тут мы создали несколько смысловых слоев вокруг просто этой библиотеки. Таких, как лента друзей, в которой ты видишь все, что читают, цитируют твои друзья. Можешь забрать себе сразу книжку у них, начать все читать или просто поставить лайк. Такие, как шеринг цитат, понравившихся в социальные сети в виде красивой картинки. По сути, это такой инструмент пассивного авторства. То есть тебе что-то понравилось, ты быстро это выделил, нажал одну кнопку, и ты уже создал какой-то артефакт, который собирает лайки в твоей ленте. У нас можно оставить впечатление книжке, даже не пользуясь текстом, а просто ставить стикер. Но все равно мы остаемся отличниками, которые хотят понравиться троечникам. Мы очень-очень стараемся, пробуем разные штуки и готовы делиться опытом и трафиком своим тоже помогать. Спасибо большое. Так что еще скажу, что главное, что мы поняли в этой борьбе за любовь троечников, это то, что не нужно относиться к своей области культуры как к какой-то формальной святыне и сдувать с нее пыль. У нас запрещены образы бумажных книг в переплетах, в коммуникациях. Мы стараемся не использовать слово «литература», мы говорим о книгах. А почему вы не используете слово «литература»? Потому что мы про книги, потому что литература может отпугнуть тех, у кого была двойка и тройка в школе по литературе. Мы смотрим в суть и того, что эти книги людям несут, и того, что эта литература людям несет, и передаем суть этого сообщения. Спасибо большое. Это раз и два, не надо просто, наверное, стесняться, смеяться над самими собой и над своими книжками. Я хотела передать слово Дмитрию Ликину, главному художнику Первого канала и партнеру компании «Валхаус», которая создает новое городское, на мой взгляд, пространство, в котором мы уже привыкли жить, хотя на самом деле абсолютно действительно изменило город. У Димы есть какая-то своя очень отдельная позиция по поводу вот этой новой аудитории жертв или детей технологической революции и тому, как, собственно, городская культура должна подстраиваться под эту новую публику. Дим. Пожалуйста. А он не работает у тебя, да? Вот этим микрофоном, да, можно? Да, конечно. Ну, я сейчас не очень готов говорить про городскую культуру. То есть я действительно существую в двух апостасиях, как главный художник гигантского телевизионного холдинга Первого канала, и как, собственно, архитектор, партнер Бюро «Валхаус». Мы сделали массу городских проектов, в частности, Парк Горького полностью материализован нами, Крымская набережная, нашего круг дела, еще много всяких интересных вещей. Но сейчас я скорее со стороны, той стороны баррикады, которая про медиа и про контакты с массовой аудиторией. Понимаете, уважаемые коллеги, вот если вернуться к нашему тезису, продукт музея, театра, библиотеки по национальному технологии, то здесь скорее, я так догадываюсь, имеется в виду все-таки традиционный музей, а не виртуальный музей. Виртуальный музей – это некая новая вещь. Он прекрасен, достоин всяческого восхищения, но это часть иного пользователя скопта. Мы, в общем, собрались поговорить о традиционном музее. И действительно, традиционный музей, как абсолютно справедливо уже сказала Зельфира Смайловна, существует в ситуации высокой конкуренции за внимание аудитории. Вот об аудитории хотелось немножко поговорить. Я постоянно имею дело с колоссально широкой аудиторией. То есть я, как человек, отвечающий за визуальность медиа, у которой аудиенс – это 147 миллионов человек, то я вынужден думать о том, как с этим с 47 миллионами человек разговаривать в разных сегментах. Вот когда я был маленьким, был очень популярен такой человек, которого сейчас принято даже не вспоминать в приличном обществе, а именно Дейл Карнеги, автор всяких попсовых книжек про такие приемы коммуникации, и у него одна из глав открывается следующим пассажем. «Каждое лето я езжу в штат Мэн на рыбную ловлю. Я лично обожаю клубнику со сливками, но обнаружил, что по какой-то таинственной причине рыба предпочитает червей». Вы понимаете, вот об этом приходится все время думать. Ты, когда делаешь какой-нибудь прекрасный продукт, ну вот условно говоря, там моя детская подружка вместе с компанией младых блистательных людей сделала проект «Арзамас». Замечательный продукт. Есть у него шанс говорить не с аудиторией внутри Бульварного кольца, а, скажем, с 4 миллионами человек? Никакого. Это останется нишевым продуктом. А почему, спросим у себя? Просто потому, что он коммуницирует изначально на том языке, на котором разговаривает просвещенная аудитория. Здесь, к сожалению, мы вынуждены сделать один парадоксальный вывод. Вот просвещение, оно не для просвещенных. Просвещение, оно, в общем, для идиотов. Ну или не для идиотов, а для честных, простых, добрых людей, у которых, в общем, предпочитают червей, как вы понимаете, они клубники со сливками. И с ними приходится разговаривать, с ними приходится коммуницировать, для них приходится придумать коммуникационные стратегии. И вот здесь хочется вернуться к музею. Как музей разговаривает с этими атипичными для себя аудиториями? Почему атипичными? Потому что музей, традиционный музей, полагает себя носителем, ну, скажем так, интересного. И музей полагает справедливо, что к нему придет люди или аудитория, которая готова воспринимать интересные, и дальше он с ней уже как-то разговаривает. Но, к сожалению, сейчас наша масса аудиторий находится в ситуации такой бешеной конкуренции за свое внимание, что приходится придумать какие-то иные способы. Таким образом, музею приходится пользоваться, как мне кажется, будет необходимо пользоваться, двумя такими маркетинговыми понятиями, как, во-первых, привлечение и вовлечение. Привлечение – это все, что происходит с человеком до того, как он попал в музей. Это как бы вербовка этой новой аудитории, это создание лояльных средств, срезов этой аудитории. А вовлечение – это все, что происходит дальше. Здесь можно говорить уже о продуктах музея. Возвращаясь к аудитории, я быстро какие-то тезисы такие специально спорные хочу проговорить. Понимаете, аудитория – она разная. Она там цифровая и не очень. Она просвещенная и непросвещенная. И, например, цифровая аудитория, вот мы много занимаемся исследователями аудиторий, как большой медиа, которому это тратит кучу денег. Мы выясняем, что да, аудитория действительно, как справедливо уже сказано было выше, вот это Digital Natives, они замечательные, они много чего умеют, они могут держать параллельно несколько источников информации, но для них, например, некоторые мои традиционные коммуникационные ценности не работают. Ну, то есть я привык хорошо относиться к человеку, который, что называется, держит след. Он способен рассказать историю, снабдить ее кучей примеров, ссылок, но при этом держать основное древо представления, доведя мысль от логического начала к ее логическому завершению. А моя дочь, например, не так. Ей 22 года, и она соскакивает с этого основного древа на каждую вот эту боковую атрактивную штуковину. И вот эта мозаичность восприятия, вот этот стрекозийный глаз, которым снабжена молодая аудитория, которая видит одновременно 120 тысяч элементов вместо меня, но они у нее, блин, не складываются в последовательность существования, они существуют в параллельной мозаичной системе рассказа. Не учитывать это мы не можем. Более того, эта аудитория, вот этот тип аудитории, причем как этот интерактивный или привыкший к интерактиву, так и профанный тип аудитории, назовемая малообразованной, они подсажены на такой сегмент время прирождения, как интертеймент. Они же не хотят информации, они хотят инфотеймент, они хотят промоушн, они хотят промотеймент, они хотят, что мы их все время здесь, 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 вот специальной лопаткой за пятку все время как-то развлекали и почесали, сделали им приятное. Современное поколение людей вообще в целом ориентировано на получение приятных эмоций. Эти приятные эмоции мы вынуждены как-то им поставлять, если мы хотим, опять же, конкурировать с ними за внимание. Вот, опять же, аудитория неоднородна. И когда мы говорим, что на арт-плее выставлялся Ван Гог, это такие, в общем, честно говоря, просто-напросто слайд-шоу, когда нам показывают, ну, честно говоря, всего лишь на все картинки под музыку. Но, то есть у меня это вызывает реакцию некого, ну, почти брезгливости. А мой четырехлетний сын порхал там, как бабочка, что-то хватал, что-то думал. Потом он пришел домой, я ему подставил книжку, глядишь, через года два он пойдет смотреть оригинал, который, конечно же, так ему в 60-летнем возрасте показывать было бы бессмысленно. И в этой связи хочется сказать, что с разными сегментами этой аудитории музей, видимо, должен разговаривать на разных языках, наращивая эти языки, иногда буквально. Я был поражен, когда минувшим летом я был в National Portrait Gallery, но я туда религиозно хожу, и была выставка «Британский портрет», это такой ежегодный конкурс. Я остолбенел, когда видел очень простой фокус. Были обычные подписи под работой, ну, там, автор, происхождение, провинанс-работа, троллевали, семь пружин, все как обычно. И вдруг, первое выражение, я видел еще один слой этикеток. Он был на уровне, ну, сантиметров 70 от пола. Это был слой этикеток, сделанный, в общем, для детей 6-7 лет. Там было написано иное, это был иной пласт повествования, но он был. И я был поражен тому, что, боже мой, это же так просто. Давайте мы сделаем два параллельных истории. Вот это Art of Storytelling, о котором говорил коллега из Гугла, это вообще невероятно важная вещь. Мы не обязаны одним разным людям рассказывать одну и ту же историю, дорогие мои музейщики. У нас с вами колоссальные в руках, я просто не знаю, кто здесь в азиторию, но у нас с вами колоссальные ценности. И мы можем ценности этих ценностей коммуницировать через разные стратегии. Иногда, то есть, я хочу сказать, что, на мой взгляд, традиционный музей должен осваивать разные языки и коммуникации и создавать новый интригующий пользовательский опыт. В конце концов, технологии, как абсолютно согласен, я за эфиром Смарилу Интригуловой, технологии не должны подменять с собой оригинал. Они должны быть средством раскрытия потенциала наших единиц сохранения, наших сокровищ. Потому что, приходя в музей, ну, окей, я профессионал, меня учили живописи, меня интересует некая особенность мазка. Я хочу посмотреть вот так. У меня там папка говорит, кыш, скотина, отойди, сейчас испачкаешь. Но я хочу посмотреть вот так. Мне может прийти на помощь технологии. Кому-то еще интересно что-то другое. Быстрый экскурс в историю. Я привожу там свою тогда еще шестилетнюю дочь в Третьяковку, там в Рубелевской сирень. Я ей говорю, сирень, запах, ночь. И вот у меня ребенок стоит, колышется, он уже сейчас нырнет в картину. Вот в офисе такой вот импрессионистический ощущ, который из нее выходит. И вдруг такой там сокот каблуков, приходит какая-то тетка, с ней дети. Она говорит, ну, дети, о чем эта картина? Она говорит, ну, наверное, девочка. Там помните внизу такая какая-то размытая в Рубелевской барышне? Кто говорит, ну, она, наверное, не спала, вышла на террасу, а там кусты, кто-то, говорит, писать захотела. И все, там хохот, ржание. Но вот этим идиотическим навязыванием вербального считывания чувственной программы, а это классический фокус наших экскурсоводов, надеюсь, что сейчас это не так, надеюсь, что сейчас вот этот вопрос, о чем эта картина ушел, но, тем не менее, вот эта логоцентричность восприятия искусства в противовес возможным эмоциональным считываниям, дорогие друзья, мы же можем все это прошить с нашими новыми технологиями, мы можем поставить в центр повествования наш артефакт, и рассказать о нем разные, для разных, выискивая разные ценностные ряды и разные способы их доносить. В общем, мне кажется, музей должен искать место для создания новых продуктов. Еще один дурацкий пример, извините, что я все время развлекаю боковым примером из личной жизни. Там, 7 лет назад лечу я из Сан-Франциско, по-моему, обратно в Лос-Анджелес на свою какую-то телевизионную конференцию, на свою каботажный рейс, маленькие компании Virgin Atlantic, нет класса, все сидят вперемешку, но Virgin Atlantic, если кто не знает, это такая компания как бы промодная. Там все девки носят рубашки расстегнутые до четвертой пуговицы, у них ярко-фиолетовые лифчики, у всех парней такие прически, и взгляд латиноамериканский, и все они такие крутые и модные. И я сажусь в какое-то кресло, причем в самом хвосте, передо мной экран, и я вдруг остолбеневаю, потому что, окей, фильмы все показывали, но у меня в этом экране вдруг я вижу кнопку, меня, честно говоря, потрясаю. Сид-то сид-чат. Блин, это же так просто. Я могу просто-напросто, ну, предположим, я лечу один, я заметил, что вон туда сел, заинтересовавшая меня блондинка, я могу ей написать. Нет, она мне может не ответить. Но я могу ей написать. Почему они одни об этом догадались? Это же так просто. У всех экраны, у всех известны номера билетов. Понимаете, это не впрямую мэчится на музей, но я хочу сказать, что на самых неожиданных и традиционных местах можно находить новые интригующие коммуникативные возможности. Иными словами, мы находимся в эпоху невероятно высокой конкурентности и плотности информационного потока. Нам нужно вербовать аудиторию, нам нужно использовать наши интернет и цифровые технологии для того, чтобы создавать новые круги лояльностей и для того, чтобы, когда эти люди приходили к нам, не общаться с ними высокомерно, а говорить с ними ровно на том языке, на котором они способны с нами разговаривать. У меня все. Отлично. Спасибо большое. Вы знаете, у меня есть вопрос, который, наверное, объединяет Лорану Гаво, ощущение, что у него сегодня, кстати, встреча с клиентами. Все обращаются, на самом деле, к нему. Андрея Вовко и, наверное, взяли феру Трегулову. В воздухе есть некоторая атмосфера, может быть, связанная с форумом опьянения технологиями. То есть новые технологии – это так пленяющее, это так ново, ясно, что аудитория в них нуждается, но они очень быстро устаревают. Как создать новый музейный или культурный продукт, в котором будут использоваться технологии, но при этом они через год или через два не окажутся старомодными и неинтересными? Как найти здесь такую точку соприкосновения, чтобы не показаться еще более немодным и архаичным, как это бывает, когда ты стараешься быть очень модным? Я адресую это Зельфиле, в том числе и потому, что она сейчас заказывала новую концепцию развития музея и наверняка этим вопросом задавалась. Кто готов мне ответить? Никто не хочет, что мне отвечать. Первое, да, это действительно очень серьезная проблема. Хотя, с другой стороны, вот тогда тоже приведу личный пример. Одно льет воду на мельницу того, о чем говорил Дмитрий, другой ответ, ну, как бы пример, связанный с вашим вопросом. Я на прошлой неделе была в Петербурге, там в русском музее открывалась выставка Федотова. Она была у нас. Мы, в общем, с этим музеем близнецы-братья, и нам не жить друг без друга. И в вестибюле гостиницы Кемпинской на Мойке я поинтересовалась у девушки, которая обслуживает тех, кто живет в гостинице, какова программа в Мариинке. Она меня узнала, сказала, ой, да, вот, а что у вас? А вот у нас, ой, такой ужас! Я пропустила выставку Айвазовского. Я говорю, выставку Айвазовского, мы с русским музеем делаем на следующий год. Не-не, это, ну, это была виртуальная выставка. Я говорю, ну, так сходите в русский музей, там весь лучший Айвазовский. Да, сказала она. Это вот к вопросу о том, действительно, эта девушка работает в гостинице Кемпинской и работает с теми, кто там живет, и составляет им культурную программу. Отвечая на ваш вопрос примером, мне очень было интересно, опять же, в связи с программой развития и дальнейшим развитием музея и повышением того, что называется, ну, видимостью, визабилити, и доступностью коллекции, посмотреть открытые запасники скульптуры русского музея в Михайловском замке. Ну, то, что мне сказали, сами не найдете, мы сейчас вам дадим завотделом. Завотделом подняла меня на третий этаж. Это было сделано 10 лет назад. За исключением дизайна компьютерных программ, которые сопровождают этот открытый запасник, все остальное было абсолютно актуальным и очень помогающим в общении с той скульптурой, которая там стояла, это открытый запасник. Поэтому, на самом деле, вполне возможно, что контент будет держаться какое-то время. Устаревает оболочка, устаревает дизайн, очень остро сигнализируя о том, что я вчерашний или позавчерашний день. Не знаю, каков здесь, может быть, секрет, может быть, действительно придерживаться классики или того подхода, который Рэм Кулхас, чья компания ОМА-АМО участвовала в конкурсе на программу развития. Они представили интереснейший проект архитектурно-пространственного решения и Лаврушинского переулка, и Крымского вала. Так вот, для Лаврушинского переулка он предложил потрясающую формулу радикальный консерватизм. Вот я боюсь, что это та формула, которой бы я в данном случае придерживалась, если вы задаете вопрос мне и мою точку зрения. Компания Кулхаса проиграла, да? Нет, дело не в этом. Они представили просто совершенно иной проект, который абсолютно не отвечал техническому заданию. И по большому счету мы их могли снять с конкурса еще до начала финальной стадии. Но то, что они предложили, было таким интересным архитектурно-пространственным решением невероятно остроумным и при этом, извините, но с минимальным использованием того, что принято называть интерактивными виртуальными технологиями и с максимальной доступностью всего того, что есть в фондах Третьяковской галереи. То есть там интереснейшая концепция соотношения постоянной экспозиции и открытых запасников. Или на Лаврушинском переулке соотношение константной постоянной экспозиции, но ты не можешь объяснить зрителю, почему он не видит Мишка в сосновом лесу. Все, не поймут и разнесут галерею. Или Трех богатырей. Так вот, вот эту константу он предлагал сочетать с интересным подходом в боковых галереях, где современные кураторы или современные художники могли делать свои мини-экспозиции на основании классической коллекции Третьяковской галереи и делать некое вторжение какого-то произведения современного искусства, которое бы было откликом или вступало в диалог с искусством русским классическим. И, кстати, благодаря Московской Бейеннале и нескольким потрясающим выставкам современных художников, мы получили за последние 2-3 месяца у себя таких художников, как Билл Виола, Аниш Капур и Ровнер, каждый из которых захотел, действительно говорил о том, что он хотел бы вступить в диалог. И мне кажется, что вот для нас современный подход, подход, апеллирующий современному сознанию, понятно, не тем, кто вот находится на той стадии, про которую вы говорите, именно в этом, а не во внедрении мощных компьютерных технологий внутрь постоянной экспозиции. Спасибо. Извините, что долго. Андрей, вот я хотела бы вас спросить. На самом деле, это вопрос, конечно, скорее всего, к вам. Как, создавая такие музеи, как те, которые вы привели нам в пример, не оказаться жертвой устаревания технологий? Вот я помню свое ощущение, когда только открылся еврейский музей, и ощущение постоянного присутствия тачпада, и что все можно дотронуться, и оно все меняется, оно было абсолютно одурманивающим. Сейчас этого одурманивания постепенно, ну, как бы градус его падает, потому что больше тачпада вокруг нас и в нашей бытовой жизни. Как вы и ваша компания планируют с этим справляться, используя вот эти вот приемы? Да, спасибо. Хороший вопрос. Мы даже не пытаемся ничего, ни с чем справляться. Хорошо бы вот оно сохранялось так, чтобы и не ломалось. Вот это вот обслуживание... Ключи ломаются? Ух, еще как. То есть обслуживание интерактивных технологий очень сложное. То есть вот даже вот мы недавно смотрим и на наш музей, и на работу с планетарием. Там очень много интерактивных игрушек. Срок жизни этой игрушки два месяца. То есть через два месяца надо либо что-то делать, либо менять. То есть обслуживание очень сложное. Так что я не знаю. Но вообще по большому счету дело не в технологиях. Мы никогда не задаемся вопросом, что, как и так далее. Мы задаемся вопросом, зачем, к чему они служат. Вот самый главный вопрос. Если мы вставляем видео в программу, то это какой-то вот опять, с моей точки зрения, это артефакт. И он там будет вечно. То есть мы не бежим за каким-то новшествами. Если это нужно, если это помогает понять музей, если это несет какую-то смысловую нагрузку, то оно, пожалуйста, мы его интегрируем в экспозицию. Но опять, вот я не знаю, по-моему, это несколько такой формальный вопрос. У нас этой проблемы нет. Как нет проблемы у людей, которые ходят в кино. Вот сейчас вышел новый Джеймс Бонд. Мы говорим, сколько там, 4 тысячи человек. Вот это самый, это самый какой-то сумасшедший сбор сейчас был. По-моему, это был рекорд вообще первого дня, когда открылся фильм. Ну, идут люди в кино. Ну, не все же сидят у своих телевизоров, там и так далее, компьютеров. Нет. Не ждут, идут в кино. Кино устаревает? Нет. Кинотеатры устаревают? Нет. Да? Видео устаревает? Нет. Аудиопрограммы? Нет. Ничего не устаревает. Мы говорим о вот каких-то новых, новых появляющих технологиях. Тех технологий, которые же есть, они живут и продолжают жить, и будут жить всегда. То вот тачпад, да, ну, будет больше тачпад. Будет там вместо 15 человек, будет можно работать там 25 человек. Но, опять же, зачем этот тачпад? Если вот эта идея этого тачпада, чтобы люди собрались вместе, какую-то задачку на нем решили, эта программа, она никуда не уйдет. Естественно, с нашей точки зрения, обслуживание этих технологий – это головная боль. Спасибо. Спасибо большое. Лоран, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к этому вопросу, как сделать так, чтобы соответствовали ваши приемы и технологии запросам аудитории, но при этом не устареть и не казаться в том числе и визуально устаревшими буквально через несколько лет? So I agree, it's a key question because museums have limited means. They are not rich. And I don't have really the answers, but I have maybe a few advice because I've been working around technology and museum for 10 years now. What I would advise is first, and as it was said, the content is never out-fashioned. When you work on the stories, when you work on the content, when you know what you want to say, to whom you want to address, what is your audience is, it's never out-fashioned. What can be obsolete, become obsolete, is just the medium. And my second advice would be focus on the content, my first advice would be focus on the content, on your stories, on your expertise. And the second would be, in terms of what is the right media, go step by step. I've seen many museums, even the richest one, investing huge amounts of money for very ambitious projects that were old-fashioned two years after. In fact, to reach audiences, to engage the conversation on social, to have a voice on the internet, to share content, most of the technologies are here. They are not built by museums, they are built by technological partners, media companies around the world, they are here. I would suggest, especially when you start a new media strategy, start step by step, start with your content, and what is available freely. And then, depending on the result, you can start investing. It's kind of a startup mode, in fact, and it's the way we work in tech companies. We test, we see it works, it don't work. If it works, it was a small investment. And we can enhance, if it doesn't work, well, it's okay, we start something new. from the online institutions, because online institutions just cannot give them such a lot of развлечений and second and third and third as it gives them life. And they will be to be the product, which is the company Google, for example. on the other side of the world. что будут употреблять тем или иным способом, цифровой мир дает нам счастливую возможность привлечь новые сегменты аудитории, которые традиционно не были потребителями культурного продукта. И это я бы ставил основной целью музеев в новую цифровую эпоху. Спасибо большое. И вот я хотела бы... Да? Вот. Лоран согласен абсолютно. Мне кажется, вы заранее сговорились. Я хотела бы спросить еще о Даниле, который все-таки единственный здесь представляет, представляет, ну все-таки, чтобы он не говорил, некий полумузейный продукт, который существует в онлайне. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вам нужны какие-то партнеры оффлайновые? То есть вы стремитесь выйти в оффлайн или вы планируете существование только в онлайне? Потому что получается, что все равно мы говорим об аудитории, которая живет онлайном, как о некой ущербной аудитории, которая не способна воспринимать в полной мере то, что происходило в традиционных музеях в том числе? Ну, нет. Я не считаю, что аудитория в онлайне не способна... Ущербная аудитория. Это та же аудитория, которая смотрит телевидение, это та же аудитория, которая слушает радио. Ну, люди разные. И где они воспринимают... Где они сталкиваются с контентом, никак не влияет на то, какие они сами по себе. А если говорить о реликвии, об этом проекте, который мы запустили, конечно, нам интересно сотрудничать с культурными институциями, с музеями. Мы уже начали работать и с политехническим музеем, и с еврейским музеем, которые завели свои аккаунты. И для них это, конечно, то, о чем мы говорили, это часть их диджитал-стратегии, то, как они пытаются о себе говорить, с какой интонацией в нас, в реликвии. Они видят какой-то для себя подходящий инструмент и подходящую аудиторию, с которой они хотят завязать какой-то диалог. А может ли такого рода онлайновые институции быть равными и восприниматься как равные с оффлайновыми, с настоящими музеями, где есть вещи и артефакты? Ну, восприниматься кем? То есть восприниматься мной нет, потому что меня мама водила в музеи, то, что мы называем настоящими, и от этого уже никуда не деться. Восприниматься людьми, которые вот сейчас начали знакомиться с историей культуры через прекрасный проект Гугла, про который Надя говорила, что на новом каждом табе вместо белого украина у вас произведение какой-то мировой живописи, живописное произведение, что для них, как они будут относиться к музею, уже очевидно как к чему-то вторичному, потому что они там просто второй раз, не то, где они сначала оказались. И это проблема для музея, потому что этим людям надо будет, там нет кредита доверия, там надо будет доказывать, что музей или культурная институция любая имеет право на существование, и для чего она этому конкретному человеку. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали, как бороться за новую аудиторию, оффлайновым, как говорит Данила, настоящим музеем. Является ли она проблемой, эта аудитория для тех самых настоящих музеев, и какие уже существуют стратегии для ее захвата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!